Всем привет, ребята! Меня зовут Ники Макалин и сегодня будет распаковка посылок с Алиэкспресс, а также я распакую посылку с сайта Shein. И все, что я вам покажу сегодня, все это я выбирала сама и вместе с вами хочу посмотреть на качество этих вещей. Можно ли найти что-нибудь достойное из китайского трэша, я знаю, что вам в таких видео нравится. И я буду рада, если вы поставите пальчик вверх под этим видео и подпишитесь на мой канал. Ну а мы начинаем! Пожалуй, как обычно, начну с посылки с Алиэкспресс. Вот так вот она выглядит, она достаточно большая. Мне очень интересно посмотреть на содержимое этой посылки. По всему видимому все вещи пришли достаточно помятые, но в принципе это не проблема, можно будет все выгладить. Первая вещь это платье-рубашка, скажем так, и она мне понравилась своим рисунком. То есть это да, это та самая красная клетка, но при этом как-то она по-другому сделана. По-моему, здесь вот эти вот темные полосочки другие, не такие, как на всех. Ну вы меня поняли, мне понравилась по цвету она своему, я вообще люблю подобные вещи, такие длинные. Впереди она, естественно, немножко короче, чем сзади, но вообще это платье, по идее. Здесь шел поясочек для того, чтобы можно было обвязать его. Красивая вещь, по качеству хорошо все прошито, у меня нет никаких, например, нареканий, то есть все строчки ровные абсолютно. Придраться к этой вещи нельзя, единственное что, смотрите по фасону, подойдет ли вам такой или же нет. Хочу вам напомнить то, что все ссылочки я оставлю внизу в описании под этим видео. Если вас вдруг какая-то вещь заинтересует и вы захотите посмотреть более подробное описание или же цену, то всегда сможете развернуть описание под этим видео и пройти по ссылкам. Второе, что лежало в этой посылочке, это интересный такой свитер. Он достаточно тоненький, то есть это больше как кофточка, знаете. Стразы все очень хорошо приклеены, как ни странно. Я, конечно, не знаю, что будет с ними после стирки, но очень богато сделали вот это вот сердечко. Красиво, конечно, да, мне нравится сочетание больших черных страз с прозрачными. Самое интересное, это, конечно же, горловина и сзади такая атласная ленточка. Необычно, согласитесь, для стандартного свитера. Он, как я уже говорила, тоненький, но при этом очень мягкий. Следующая вещь для меня на самом деле не очень понятная, и я даже не знаю, чем я руководствовалась, когда ее заказывала, но это просто обычная кофточка коричневого цвета, коричнево-бежевого, наверное, цвета. То есть она просто прямая, она не приталенная, здесь нет никаких фишек. К тому же вот такие рукава я терпеть не могу, которые не облегают, а просто вот болтаются на руке. Достаточно большой вырез. По материалу, конечно же, мягкая, строчки ровные, но единственное, что мне кажется, какой-то скучноватый вариант. Следующее, что здесь было, это рубашка в клеточку черно-белую. И, как правило, я каждый раз вообще себе заказываю какие-то вещи в клеточку каждый год, потому что клетка, мне кажется, никогда не выйдет из моды. И к тому же мне понравился воротничок, то есть он стоячий, да? Ну, то есть это не такой воротник классический, а какой-то интересный. Она, конечно же, удлиненная, и здесь имеются кармашки. Вот эту вот рубашку можно будет надевать там на майку, на шорты, да, допустим, либо же носить ее как просто вариант длинной рубашки. Конечно, да, ниточки в некоторых местах торчат. Если их обрезать, то все будет нормально, чики-пуки. И, конечно же, выгладить нужно будет. Последняя вещь, которая лежала в этой посылке с Алиэкспресс, это худи. Это олимпика, наверное, кофта, очень длинная. Я думаю, что вы уже поняли, что я люблю подобные длинные вещи и постоянно себе какие-нибудь вещи длинные заказываю. Хочу сказать, что она довольно легкая, несмотря на то, что она объемная. Внутри есть мягкий подклад. Мне такие вещи не очень нравятся по качеству, потому что они очень сильно электризуются. Но так вот в целом капюшон достаточно большой. То есть это не декоративный капюшончик. Плюс ко всему вот этот белый шнурочек очень красиво смотрится на бордовом цвете. Строчки ровные. Единственное, что вот эта вот поверхность материала, она немножечко будет цеплять, допустим, заусенцы, либо же если у вас сухая кожа, то есть вот так вот когда проводите, такое ощущение, как будто бы что-то цепляется. А теперь перейдем к вот этой большой посылочке, которая ко мне пришла с сайта Shein. И, как правило, этим сайтом я чаще всего остаюсь довольна. И всегда там какие-то новые интересные модели появляются. Так что давайте откроем и посмотрим, что на этот раз я там заказала. Первая вещь достаточно провокационная, дерзкая и даже, можно сказать, непонятная. Это ветровочка. И выглядит она напополам. Половина у нее черная, половина у нее красная. Я сначала думала, что вот этот рисунок на спине они неправильно пришили, но нет, оказывается, так задумано. Отсюда торчит еще ремешок. Мне почему-то в последнее время начали нравиться вещи вот с такими ремешками. Я когда увидела ее и поняла, что да, она мне нужна, я хотела бы попробовать и посмотреть, как она вообще. Здесь на рукавах вдоль тоже такие же ремешки и к тому же колечки. Интересная вещь. Ее можно будет носить с джинсами, с брюками, там, с лосинами, какими-нибудь грубыми, например, ботинками, да. Серьезно, если вам нравится такой стиль, то обязательно обратите свое внимание на эту вещь. Ссылочку я вам, конечно же, оставлю внизу в описании. Это уже такого горчичного, я бы сказала, цвета ветровка. И она, как вы видите, тоже с таким же ремешком похожа, но у нее рукава очень интересные. То есть они немножечко укороченные, плюс еще у них есть сборочка. К тому же вот эта вот ветровка, она идет очень короткая. То есть она приблизительно где-то до пупка. Материал достаточно необычный. Я даже не знаю, как он называется, но он так блестит и переливается. С одной стороны, мне бы не понравилось раньше, а сейчас почему-то я смотрю, мне кажется, что очень даже и неплохо. Сзади она интересно сделана. Здесь какая-то такая выкройка, похожая на крылышки. Все хорошо у этой вещи. Единственное плохо то, что она мнется. То есть ее нужно будет тоже постоянно проглаживать. Также на китайских сайтах я очень часто заказываю джинсовые куртки, потому что оттуда они приходят довольно хорошего качества за приемлемую цену, скажем так. И в этот раз я заказала куртку абсолютно дырявую, скажем так, повсюду рубанки. Эта куртка в размере S, она настолько большая, что как будто бы это L. То есть это такая модель, я так поняла. Выглядит очень красиво, и в таком вот цвете джинсу я очень люблю. К тому же красиво очень вот эти вот рванки все сделаны. Как будто бы такой, знаете, дворовой стиль. Дальше, что я заказала, это было бордовое платье вязанное. То есть это платье-свитер, так их называют. И я взяла его в бордовом цвете. Почему-то вот такие платья у меня именно ассоциируются с бордовым цветом. Я не знаю, почему так. Я решила заказать его с горловиной, потому что у меня очень мало вещей с высоким горлом. Хотелось бы что-нибудь такое вот надеть на себя, как мешочек, да, и сверху там пуховик, либо же пальто накинуть, и все, больше ничего не надевать. Без шарфов ходить, без ничего. Очень комфортная вязка, плотное и тяжелое платье. Я такие платья представляю с грубыми сапожками, с большими ботинками, такими тракторными. Сзади оно немножко подлиннее, чем спереди, имеются такие вырезы по бокам. Я вообще люблю такие фасоны. И последняя вещь, которую я заказывала, и она достаточно огромная, это пуховик. Я уже заказывала с этого сайта розовый пуховик, которым я осталась очень довольна. И я решила, почему бы в этот раз не заказать какой-нибудь другой серого цвета, например, да, и с капюшоном. Потому что предыдущий был без капюшона. Если кто смотрит мои выпуски китайского трэша, то вы могли видеть уже его. Единственное у него какой минус, я вам хочу сразу сказать, это то, что сам-то он весь объемный и вроде как хорошо смотрится. Но капюшон почему-то у него такой как будто бы сдутый. То есть мне такой капюшон не понравился, если честно. Хотя по размеру он достаточно большой. За свои деньги этот пуховик выше всяческих похвал. Серьезно, я даже готова ему простить то, что у него такой, не знаю, тоненький капюшончик. В нем будет и тепло, и уютно, как будто бы вы завернулись в одеяло. Что ж, ребята, это были все мои заказы. Напишите внизу в комментариях, какая из вещей вам понравилась больше всего. Мне, например, понравилась черно-красная ветровка. Если вас вдруг что-то заинтересовало, то разворачивайте описание. Я оставлю для вас все необходимые ссылки на эти вещи. Вы сможете посмотреть и цену, и общую характеристику вещей. И также я буду рада, если вы поставите пальчик вверх под этим видео и подпишетесь на мой канал. А мы с вами увидимся уже в следующем видео или же в одном из предыдущих. Не забывайте заглядывать на мой влоговый канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok